Мы будем, братья и сестры, еще раз вместе с вами обращаться к Евангелию, к Слову Божию. Я хочу предложить вам одну историю, которую оставлена нам на страницах Священного Писания. Это евангелисты, они оставили вот эту историю. Вы знаете, вот четыре евангелиста, они оставили свои послания нам в Новом Завете. И есть истории, которые, они перекликаются. Четыре евангелиста повествуют об одном и том же событии. А есть истории, о которых повествует только один евангелист. И вот я хочу сейчас поделиться с вами именно вот этой историей. Только евангелист Лука, он рассказывает, что однажды произошло, когда Иисус со своими учениками пришел в дом. И это был, помните, чей дом? Дом Марфы, Марии и Лазаря. Давайте сейчас откроем вместе с вами Евангелие от Луки, 10 глава. И мы прочитаем с вами с 38 стиха. Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 стиха. «В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Начало этой истории, братья и сестры, оно начинается со слов. «В продолжении пути их». О чем это говорит, братья и сестры? Это говорит о том, что Иисус Христос был вместе со своими учениками. И они совершали, вот совершая служение, они идут. Иисус и ученики Иисуса Христа идут. Я не знаю, вот здесь, наверное, нет прямого такого указания или текста, где можно было бы проследить, где же было начало именно пути Иисуса Христа со своими учениками. Но богословы почему-то, они ссылаются именно на то и говорят, что именно вот начало пути, оно лежит из Иерихона. Ученики Иисуса Христа вместе с Иисусом Христом, они идут из Иерихона. И вот они приходят в такое местечко под названием Вифания, где был дом именно Марфы, Марии и Лазаря. И я не знаю, братья и сестры, вот, наверное, если можно ссылаться именно на то, что это был путь именно из Иерихона, нам, наверное, несложно будет посчитать, а сколько же времени именно Иисус Христос вместе со своими учениками находился в пути. Почему? Потому что мы знаем, что именно от Иерихона до Вифании, где находился дом именно Марии, Марфы и Лазаря, 22 километра. 22 километра. И вот, наверное, если средняя скорость человека или вот учеников Иисуса Христа, она была 4 километра в час, предположим, да? Ну, человек обычно, если хорошо идет, быстро идет, ну, 5 километров в час, ну, пусть 4 километра в час. Если они шли с такой скоростью, они были 5 с половиной часов в пути. А если еще медленнее, учитывая именно местность, которая была именно там, им необходимо было постоянно подниматься в гору, то, может быть, они шли еще медленнее. Если 3 километра в час, то это было 7 с половиной часов в пути. И ученики Иисуса Христа находились в пути прежде, чем они пришли к дому именно Марии, Марфы и Лазаря. Вот, наверное, когда Марфа, она увидела их, она сразу поняла, что нужно о них именно в этот момент позаботиться. Долгое время они находились именно в пути. Я не знаю, наверное, и сейчас еще продолжаются именно споры о том, вот, судят люди о человеческой природе Иисуса Христа. Кто-то говорит, что Иисус Христос, Он не испытывал такой усталости, как испытываем мы. Но тексты Священного Писания, они говорят об обратном. Он имел человеческую природу, и Он точно так же уставал, как и мы. Он испытывал болезни точно так же, как и мы. Конечно же, Он был искушаем, но Он был искушаем, опять же, написано, что во всем, кроме греха, когда Сатана подходил к Иисусу Христу, Он всегда ссылался именно на божественную природу Иисуса Христа. Он ее цеплял. Он говорил, если ты Сын Божий, Он хотел, чтобы именно в этот момент почему-то Иисус Христос воспользовался именно своей божественной природой. Итак, 22 километра пути Иисус был уставшим, Он был голодным. Но вы знаете, на самом деле, даже вот когда Иисус Христос испытывал усталость, наверное, для Него именно в тот момент или та забота, которую проявила именно Марфа, она не была такой важной. Мы читаем дальше из текста вот этого Священного Писания. Вы знаете, почему? Для Него это было не самое страшное, то, что Он устал и, может быть, хотел покушать. Ведь когда мы смотрим на земную жизнь Иисуса Христа, Ему тяжелее всего было переносить именно вот такая внутренняя тяжесть у Него, Ему тяжелее всего было переносить именно непринятие, потому что Его не принимали, Его не понимали. Мы читаем текст, который говорит, Он топтал, точила один, так говорит Священное Писание. Даже до самой Голгофы, даже самые близкие люди, ученики Иисуса Христа, они не понимали до конца, что пытается донести им Иисус Христос. Хотя вначале, мы смотрим, когда только Иисус Христос выходил на служение, за Иисусом Христом следовало множество народа. Почему они это делали? Наверное, если бы и в наше время появился вот такой учитель или наставник, и люди бы слышали, что этот человек, он кормит, он, в принципе, исцеляет, как мы слышали сегодня, от болезней. Ему подвластна любая болезнь. Неизлечимые даже болезни в то время, они были подвластны ему. Более того, этот человек воскрешает мертвых. Я думаю, что и в наше время нашлись бы те люди, которые пошли бы за Иисусом Христом. Это были тысячи людей. Они следовали за Иисусом Христом. Но наступил момент. Помните, они все оставили Иисуса Христа. Почему? Фарисеи, книжники, они распространили слух. И они прекрасно понимали, что именно вот в этот момент им нужно сказать о том, что все, что делает этот человек, Иисус Христос, он делает не божественной силой, а силой именно Вильзевула. И вы знаете, наверное, вот этот слух, который они распространили, он очень быстро сработал среди евреев. Они оставили его. Наступил даже момент, когда Иисус Христос обращался к самым близким, к ученикам своим, и он говорит им, а не хотите ли и вы оставить меня? Иисус Христос шел к мытарям. Он шел к грешникам. Почему он так делал? Опять же, та же причина, потому что они его принимали. Как чувствовал себя Иисус Христос? Он был рад послужить именно им. И знаете, именно дом Марфы был тем местом, где тоже его принимали. Он шел туда, они были рады ему. Да, он был уставшим, он был голодным, но ему здесь было хорошо. И более того, когда он пришел в этот дом, рядом с ним была Мария, которая, отложивши все, она сидела у ног Иисуса, и она слушала Его. О, нашлось открытое сердце. Что было ценнее именно вот в этот момент для Иисуса Христа, чем находиться рядом с Марией, и именно вот то служение, те драгоценные истины, которые он принес на землю, они, он делился вместе с ними, вместе с ней, братья и сестры. Он говорит, я призван именно на это. А что Марфа? Она увидела Иисуса, как я уже говорил, она увидела учеников, которые были уставшие, и она поняла, ей нужно было именно сейчас проявить заботу. Они находились долгое время в пути. А у нее принялось готовить большое угощение. Она видит, что именно в этот момент она остается одна. Она, вот вы знаете, вот такая боль, вот накипела внутри ее. Она подходит к Иисусу Христу, и она говорит, она даже не обращается к Марии. Она говорит Иисусу Христу, чтобы, может быть, Он, даже упрекая, может быть, Иисуса Христа, чтобы хоть как-то повлиял именно на Марию, она говорит, Господи, неужели ты не видишь, что сестра оставила меня одну здесь? А Иисус говорит ей, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься. Он говорит, я вижу, что ты стараешься. Я вижу, что ты волнуешься о многом, а нужно одно, об одном, нужно по-настоящему переживать и волноваться. О чем, братья и сестры? Чтобы иметь общение с Иисусом Христом. Наверное, когда мы читаем именно вот эту историю, она о многом, о многом говорит для нас. Ведь мы живем сейчас в такое беспокойное время. Я думаю, что каждый из нас имеет проблемы, переживания. Нам есть о чем переживать. И вот эти волнения, вот эти переживания, они накрывают иногда нас, накрывают христиан. Они накатываются, как будто бы волны на море. Они одна на одну наворачиваются на жизни человека. А Иисус Христос говорит, не это самое главное. Не об этом нужно переживать. Не об этом нужно волноваться. Ведь я небесный Отец. И придет время, я все устрою. Нужно жить именно в доверии Господу. Все устроится. Но знаете, что самое тяжелое? Знаете, что тяжелее всего переносится? Это когда теряется общение с Господом. Когда на самом деле в жизни христианина теряется связь с небом. Братья и сестры, я не знаю, когда вы ощущали тот момент, когда ты молишься, и ты не чувствуешь Божьего присутствия. Когда ты молишься, и нет умиления сердца, нет вот Божьего прикосновения, нет наполнения. Ты не ощущаешь этой близости с Господом. Как тяжело для христианина переносить именно вот такие минуты. Когда он понимает, что он становится на колени, и ему сейчас тяжело. Ему кажется, что в этот момент его молитва, она летит лишь только до потолка. Мы очень прекрасно понимаем с вами, когда мы в нашей обычной повседневной жизни общаемся с человеком. И бывают моменты, когда мы разговаривая с человеком, мы видим, нам это видно. Мы в принципе его о чем-то просим, но мы видим, что это не касается его сердца. Он нас слушает, но он нас не слышит. Нам кажется, были моменты, когда мы действительно имели прекрасное общение с этим человеком. Но что-то произошло, и вот эта связь, она разорвана. Он не слышит нас сейчас. Это здесь, на земле. И мы очень тяжело переживаем эти моменты. Мы начинаем листать, мы начинаем искать, мы начинаем спрашивать. А что произошло, а что стало причиной именно того, что вот сейчас вот такой момент именно происходит в наших отношениях с тобой. Но еще тяжелее, когда христианин, он теряет связь с небом. Вы знаете, братья и сестры, я в своей жизни переживал именно эти моменты. Я понимал, что я действительно потерял вот эту связь с небом. Когда я становлюсь на колени, а молитва, она не умиляет сердце. Когда я чувствую, что нет вот Божьего присутствия, нет Божьего наполнения. И мой текст, это лишь только вот те слова, которые исходят именно из разума. Это очень тяжело. Братья и сестры, как нам нужно в нашей с вами жизни именно ценить, ценить именно минутами общения. Потому что потерять легко, найти сложнее. Я не знаю, почему так сделал Господь, но именно, наверное, потому, чтобы мы в нашей жизни ценили. Потерять можно одномоментно. А найти, это проходит время. Проходит именно время долгих усилий, когда ты именно ищешь Господа, когда ты соединяешься с небом. И наступает этот момент. И после этого христианин начинает по-настоящему ценить, как хорошо ему было в общении с Иисусом Христом. И как ничего не значат те переживания, те моменты, которые есть в жизни, когда я забочусь, когда я суючусь, когда я прикладываю усилия. Это не представляет никакой ценности. Оно все устроится. Господь придет, Господь устроит. Самое главное для меня – это не потерять связь с небом, остаться верным Ему. Может быть, где-то в какой-то момент жизни, может быть, перетерпеть, может быть, где-то проявить именно терпение. Ведь многое в нашей жизни, оно именно вот разрывает эту связь с небом, когда мы следим именно за собой, за своей христианской жизнью. Это делает нас совершенными перед Ним. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы понимали, как многое сделал именно для нас Господь. Он подарил нам это время, когда мы можем быть в Его присутствии. Он подарил нам. Он оставил для нас молитву, как связь с небом, чтобы вот эта связь, она никогда в нашей жизни не терялась. Чтобы мы понимали, что самое ценное для нас. Чтобы мы не искали в жизни ничего и не переживали ни за что. Лишь только за то, чтобы быть всегда в общении с Господом, чтобы чувствовать Его присутствие, чтобы были те моменты, когда я становлюсь на молитву, и я слышу, что Господь, Он присутствует здесь. Я слышу, что моя молитва, она льется из моего сердца, и она доходит до небес. И Господь отвечает на эту молитву. Вот это самое ценное в нашей жизни. Пусть Господь поможет нам никогда не потерять этого. А если, может быть, наступил тот момент, когда мы потеряли, пусть Господь поможет нам. Что мы, может быть, подобно, как Ио, может быть, листали странички и смотрели, где мог я упасть. А что же произошло в моей жизни, где я потерял именно вот эту связь с небом. Господь умудрит, Господь благословит, Господь направит. И Господь даст вот эту молитву покаяния. Господь даст эти моменты, когда мы переживем опять вот эти моменты единения с Господом и близости с Ним. Это самое ценное для нас. Пусть Господь поможет нам в этом. Знаете, что хочется еще сказать? Я думаю, что в нашем зале, в молитвенном доме присутствует еще, наверное, тот человек, который еще никогда не пережил вот единение с Господом. Он еще не посвятил свою жизнь на служение Господу. Он еще не знает, что такое иметь близость с Господом и в молитве пристоять перед Ним. Есть это драгоценное время, когда мы можем выйти в молитве покаяния перед Господом и сказать, Господь, прости меня. Господь, омой меня, обнови меня. Я осознаю, что я свою жизнь я провел без Тебя. Я хочу дальше идти с Тобой. Я хочу, чтобы Ты был моим Господином, чтобы у меня было каждый день общения с Тобой. И Ты вел меня. Прости меня. Если в нашем молитвенном доме присутствует такой человек, пусть Господь благословит вас. Есть сейчас это время для того, чтобы выйти вперед и сказать, Господи, помилуй меня. Господи, прости меня. Я хочу быть с Тобой. Мы сейчас будем молиться. Конечно же, мы будем приносить на руках молитвы тех, которые еще не познали Иисуса Христа как личного спасителя. Но я хочу, чтобы вы этот выбор сделали из своей жизни и сделали это как можно скорее, как дорого и как ценно быть всегда в единении с небом и с Господом. Аминь. Помолимся Ему. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...